Трагедия на руднике Заполярной. Около 10 часов утра там прогремел взрыв. На данный момент поисково-спасательная операция закончена. Четыре человека погибли, еще трое пострадали. В момент взрыва в шахте находилось более 160 человек. Екатерина Луцев продолжит. Взрыв прогремел на объекте капитального строительства при проведении горнопроходческих работ на руднике Заполярной. Их вела Заполярная строительная компания. Это дочернее предприятие Норникеля. Специальная комиссия проводит расследование причин ЧП. В момент происшествия проводились общестроительные работы. По предварительной информации взрыв метана при проведении строительных работ. Вообще данный рудник является опасным по газу. Разрабатываются соответствующие мероприятия. И повторяю, регулярно ведутся замеры. Замеры как в ночную смену, так и в утреннюю в результате спасательной операции. Наличие метана не показывали. Пока, повторяю, это предварительная версия. Можно, в принципе, говорить, как о возможной версии, также взрыв, не взорвавшийся ранее взрывчатого материала, так называемый отказ. Но это маловероятно. Но, тем не менее, комиссия, повторяю, рассмотрит все версии. На место происшествия приехали спасатели. В операции задействовали семь единиц спецтехники. Нарудники ввели план ликвидации аварии. Персонал эвакуировали работу предприятия, приостановили. Пострадавших увезли в городскую больницу. Три работника получили травмы легкой степени тяжести. Двое от госпитализации отказались. Один в данный момент с переломом руки находится в городской больнице номер один. На месте продолжают работу четыре отделения военизированных горно-спасательного отряда. Сотрудники Норильского право-спасательного гарнизона. Следственно-оперативная группа. В главном управлении собран и развернут оперативный штаб. В Норникеле обещают оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Размер материальной поддержки будет установлен после того, как следственно-оперативная группа назовет причины случившегося. На расследование уйдет не больше месяца. 8 июля в Норильске объявлен день траура. Екатерина Луцов, Алексей Юров. Вести. Норильск. Только что стали известны новые подробности о чрезвычайном происшествии на руднике Заполярный. Представитель компании Норникель озвучил вероятные причины трагедии. Предлагаю послушать его комментарий. По предварительной информации взрыв метана при проведении строительных работ. Вообще данный рудник является опасным по газу. Разрабатываются соответствующие мероприятия. Повторяю, регулярно ведутся замеры. Замеры как в ночную смену, так и в утреннюю в результате спасательной операции. Наличие метана не показывали. Пока, повторяю, это предварительная версия. Для получения оперативной информации о ходе горно-спасательных работ в управлении ГОИЧС Норильска открыта горячая линия. Обратиться можно по номеру 22-33-38. В связи с трагедией на руднике Заполярный в городе отменены все развлекательные массовые мероприятия, запланированные на субботу. В том числе благотворительный забег «Норильск. Беги со мной». Организаторы сообщили, все собранные ранее средства будут направлены на помощь больным детям по программе «Наши дети». Также отменено празднование Дня семьи, любви и верности. Не состоятся и спектакли в Театре имени Маяковского. Отмечу, что сдача норм ГТО не является развлекательным мероприятием. Все пройдет по плану с 9 утра до 5 вечера на стадионе Заполярный. Сегодняшнего дня все операторы сотовой связи обязаны бесплатно передавать сообщения о возможных катаклизмах и чрезвычайных ситуациях. До 7 июля 2017 года некоторые компании делали рассылку такой информации от МЧС. Но по собственной инициативе. Теперь это требования федерального закона. Также обязательным оповещением населения о природных опасностях будут заниматься на безвозмездной основе теле- и радиокомпании. Зачем рубят и обрезают кусты на разделительных газонах? Этим вопросом задаются норильчане. Люди негодуют. В городе и так мало зеленых насаждений. Они тяжело приживаются. Кому и каким образом помешала растительность? Александра Молодцова выясняла. За последние пять лет Норильск заметно позеленел, отмечают горожане. Кустарники, которые высаживали каждое лето, в большинстве своем прижились. Но кое-где стали камнем преткновения. Высокой растительности не место на разделительных полосах дорог, говорят автоинспекторы. Ссылают и на 196-й федеральный закон о безопасности дорожного движения. В нем фигурирует понятие треугольник видимости. Соответственно, в треугольниках видимости не должно быть никаких объектов, превышающих высоту более полуметра. То есть, соответственно, вот эти кусты попадают в зону треугольника видимости и должны быть ликвидированы. Иными словами, высокие кусты ограничивают видимость. Значит, создают опасность для водителей и пешеходов. А потому должны быть обрезаны, либо убраны полностью. Сейчас обустраиваются треугольники видимости в районах перекрестков и нерегулируемых пешеходных переходах. Дмитрий Чернышенко добавляет, в ходе проверки норильских дорог был выявлен ряд нарушений, выданы предписания. Сейчас Норильскавтодор их исполняет, приводит треугольники видимости в нормативное состояние. За короткое лето они у нас выросли, позеленели и видимость занизилась. В соответствии с нормативными документами видимость должна быть обеспечена, поэтому и ведутся работы по приведению соответствия этих нормативов. Кое-где кустарники выкапывают и пересаживают в другие места, в других случаях обрезают ветки. Размеры треугольников видимости разнятся. Там, где скорость движения выше, они больше, ведь безопасность превыше всего. Александра Молодцова, Евгений Жуков, Вести, Норильск. 8 июля в Норильске переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. В горных районах порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов. Днем плюс 16, плюс 18. Еще раз вернемся к комментарию представителя Норникеля. Предлагаю послушать, что он сказал по поводу причин случившегося. Основная причина случившегося, по предварительным сведениям, это неудовлетворительная организация производства работ со стороны линейного надзора за полярной строительной компанией, что выразилось в допуске работников в выработку, где отсутствовало проветривание, ну и другие нарушения требований газового режима. И к другим темам. В некоторых российских городах начали всплывать деньги из будущего. Монету достоинством 25 рублей на сдачу получила жительница Красноярска. Счастливые обладатели памятных монет есть и в Орловской области. Они рассказывают, новые медно-никелевые деньги немного больше пятирублевых, а по оттенку как рублевые монеты. В пресс-службе Сибирского управления Банка России сообщили, первая партия поступила в Красноярский край еще в конце февраля в количестве 360 тысяч штук, вторая партия – 120 тысяч штук – пришла в начале апреля. Наблюдательные россияне отметили на монете от Чиканина дата 2018 год. На этом основании и сделан вывод – в обращение попали деньги из будущего. Ответ загадки прост – монеты выпущены к чемпионату мира по футболу, который Россия примет в 2018. В России активизировались черные туроператоры. Их нет в Едином федеральном реестре, но это не мешает им предлагать доверчивым клиентам полный набор услуг. Нервозности отпускникам добавляет и ситуация вокруг авиакомпании «Вимавиа». Как не испортить себе отпуск, расскажет Оксана Завгородняя. Отличить липовую турфирму от добросовестной сложно, но можно, объясняют специалисты Роспотребнадзора. Во-первых, перед покупкой тура стоит удостовериться, что компания входит в единый реестр туроператоров. Он опубликован на сайте турпомощь.ру. Во-вторых, следует внимательно изучить договор до того, как он будет подписан. Часто фирма включает в него условия, нарушающие права потребителей, изменяет стоимость тура при покупке в рассрочку, включает дополнительную страховку или же выдают на руки пакет документов за час-два до вылета. Роспотребнадзор предупреждает, компании, не входящие в реестр, не попадают под действия туристического законодательства. Значит, их клиенты не могут рассчитывать на компенсацию. Жалобы в авиакомпанию принимаются в течение 20 дней с момента оформления тура. Еще 10 дней дается на рассмотрение. Если в договоре прописаны иные сроки, это нарушение. Впрочем, есть ситуации, заложниками которых оказываются и туристы, и турагентства. Так, реконструкция Норильской взлетки сказалась на оформлении шенгенской визы. В город не может приехать специалист для сбора опечатков пальцев. До 15 сентября мы также предлагаем наши услуги, но направляем наших туристов, наших клиентов в Москву, в Красноярск, в Новосибирск, то есть такие города. Мы оформляем полностью весь пакет документов, записываем визовые центры в консульство, и наши туристы, клиенты благополучно получают визу уже по приезду в другие города. Но даже если виза оформлена и турист отправился в путешествие, не факт, что отдых не будет испорчен. Яркий пример ситуации вокруг ВИМ-авиа. В конце мая российский перевозчик начал сокращать и массово задерживать чартерные рейсы по целому ряду направлений, в том числе в Турцию, Болгарию, Грецию и на Кипр. Веерное нарушение графика полетов объясняли приростом пассажиропотока и задержками в прохождении техобслуживания самолетов. На помощь пришла Булгария Air, но не справилась с трафиком из-за неисправности одного воздушного судна. В итоге возник коллапс. Не можете вылететь либо задержкой рейса, можете обратиться в авиакомпанию с претензией, либо можете улететь от другой авиакомпании, потом предъявить требования к авиакомпании, которая не выполнила рейс, потому что вам вернули реальную упущенную выгоду и денежные средства, которые вы потратили, например, на размещение в гостинице, на питание, то есть на проживание и на переезд. Если претензия не удовлетворена, прямой путь в суд. Можно получить и деньги, потраченные на билеты, и компенсацию вынужденных расходов и морального вреда. Зачастую судебные решения выносятся в пользу потребителей. Другой вопрос, если нет средств, вернуться домой. Специалисты советуют обратиться в российское посольство или консульство в стране, где вы отдыхаете. Екатерина Луцев, Андрей Казак, Вести, Норильс. Норильчанина будут судить за кражу рогов у своего знакомого. С заявлением о пропаже шести мешков с оленьими рогами стоимостью 60 тысяч рублей в дежурную часть полиции обратился местный житель. Правоохранители выяснили, на специфическое имущество позарился ранее судимый приятель потерпевшего. Добытый нечестным путем, злоумышленник принес из гаража себе в квартиру. Воспользоваться украденным 33-летний норильчанин не успел. За кражу рогов мужчина может попасть в тюрьму на пять лет. Сегодня славяне празднуют день Ивана Купалы. Иванов день, или как его еще называют, ежегодно отмечают 7 июля. Праздник имеет языческое происхождение. Изначально он был приурочен ко дню летнего солнцестояния и посвящен Богу Купале. Позже, когда традиции языческие слились с православными, праздник стали связывать с именем Иоанна Крестителя. Его день рождения выпадает на 7 июля. Праздник Ивана Купалы славится уникальными обрядами и традициями. Его главные герои – Купала и Мара, олицетворяющие мужское, солнечное и женское водное начало. Их чучело делали из дерева, трав и одежды. Молодежь водила вокруг них хороводы, пела песни, а затем сжигала Купалу и топила Мару, возвращая их в родные стихии. Наши дни на Ивана Купала гадают и обливаются водой. Одна из примет, связанных с праздником, гласит. Если на Ивана в день пойдет дождь, то все лето будет жарким. Завтра россияне отметят День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Их память чтят 8 июля. Сегодня о значении семьи в жизни человека воспитанникам пришкольных лагерей рассказали сотрудники кинотеатра «Родина». В ходе викторин ребята отвечали на вопросы, связанные с кинофильмами и мультфильмами о семье. Например, как звали крестную Золушки или деда Алеши Поповича. Также ребята рассказали о том, как они проведут праздник в кругу своей семьи, а после посмотрели мультфильм о Петре и Февронии. Сюжет перенес школьников в Древнюю Русь, поведал им увлекательно и просто о высоконравственной истории читы, жившей в XIII веке и впоследствии причисленной к лику святых. Организаторы уверены, мультфильм привьет юному поколению к правильной ценности.